Уважаю этих людей. А как вам это? Как вы можете пить чай тут? А вам холодно? Нет, мне нет. Вам комфортно? Комфортно. Я довольно-таки давно уехала из Таиланда и живу в Америке с 19 лет. Живу в Америке и привыкла к работе на Аляске. До рассвета еще полчаса, но люди собрались на сопке еще задолго до этого. Грелись и коротали время как могли. Какую песню можно назвать гимном сегодняшнего дня? Мороз-мороз. Мороз-мороз. Солнечный круг. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Солнце как будто бы показалось на секундочку, но это был всего лишь отблик. Настоящий рассвет будет всего лишь через 10 минут. По крайней мере, так говорят сайты, где можно точно посмотреть восход, заход. Хотя, в общем-то, верить им особенно не приходится. Потому что, если рассчитывать математический горизонт, не учитывать неровности, то восход должен быть в 39 минут. Но мы стоим на 305 метров выше, чем находятся. На 305 метров поднялись над уровнем моря. Встречаем солнце и пьем чай с морошкой. А чай есть? Чай есть. Да, морошковый. Будешь чай? Буду чай. Отлично. Буду чай. У тебя остатки сладких, как говорится, пол чашки морошкового чая. Морошковый чай. Не вру, морошка. Здесь даже ягодка. Ой, красота. Держи. Кидай. Все, в чай. Вот теперь по-настоящему чай с морошкой. Люди расходятся по сопке, стараются забраться повыше, чтобы наверняка увидеть солнце чуточку раньше других. Говорят, те, кто выше, будет лучше видно рассвет. Это правда? Это правда. Но насколько выше? На сколько секунд раньше вы увидите солнце? Я думаю, секунд на 10. Это точно. Ваши ставки? 11 с половиной. Но он же ниже, я же выше. Так что, Александр, забраться на шею метод. Можно было подняться на горку на 10 метров выше. Если увидеть на секундочку раньше рассвет, у нас есть метод получше. За ночь? Получилось, нет? Да, сейчас все будет. И, наконец, вот оно, яркое солнце. Верхний край диска показался из-за горизонта. Зрители изрядно замерзли, температура воздуха опустилась до минус 15. Но никто не торопился уходить. Каждый год солнце стоит, но не каждый год его можно увидеть. И вообще, насколько это важно, вдумайтесь, первый луч солнца в году.